Компания Кораль В ролях Роберто Мол, Дат Дейджер, Рикардо Бьянки, Шанталь Бодо, Джонатан Монтенегро, Мануэль Салазар, Флор Елена Гонсалес, Марисела Буитраго, Антонио Куэвос, Луис Альберто Демоссус и другие. Субтитры создавал DimaTorzok Хосе Хирардо Гильен Режиссер Тони Родригес Я хочу убежать, уехать, спрятаться на краю света. Висенто, что с Августа? Кто его довел? А ты как думаешь, Маргарита? Хватит, Августа, успокойся. Видишь, до чего доводят спиртное. Я не пьян. Я в отчаянии, потому что мне бессовестно врали. Августа, успокойся. Посмотри на Маргариту. Она напугана. Августа, пусти, отстань. Висенто, помоги. Ты что, Августа? Хочешь сделать больно ей и ребенку? Нет. Я не хочу здесь оставаться. Подожди. Подожди. Маргарита, иди на кухню, свари кофе. Большую чашку. Возьми самую большую. Давай, давай, Маргарита, не стой. Висенто. Что-то происходит. Доктор Контрера себя странно ведет. Как будто он хочет... в чем-то признаться, но не может решиться. Скажи честно, Густаво, что ты знаешь о состоянии Беатрис? Что вы от меня скрываете? Ты в курсе всего, Лиза? Ты же правая рука Контрероса. Давай, Франциско, заходи. Понимаешь, я первый раз пришел в церковь. Это часовня. Хотя это почти одно и то же. Да, наверное. Проблема в том, что я не крещеный. Это не важно. Сантьяго, расскажи, как надо молиться? С чего ты обычно начинаешь? Прислушайся к голосу своего сердца. И ты сам поймешь. Ты это уже делал? Меня недавно научила подруга. Там, в джунглях. Она помогла понять, что нужно просто верить. И... ты знаешь, это помогает. Поговори с ним. Как с другом. Да. Открой ему душу. Только будь искренним. Ни единого слова фальши. Давай. Ты... тоже будешь молиться за Беатрис? Я с ним поговорю. Я... буду просить его о помощи. Потому что я уверен, что она должна жить. ее семья не заслужила такого испытания. Правда? Ты знаешь, что Беатрис славная девочка. У нее еще все впереди. Она не может так просто взять и уйти. Это будет несправедливо. Да. несправедливо. Извини, что я набрался наглости и обращаюсь к тебе. Ты не знаешь мой голос, потому что я... никогда не молился, но я хочу, чтобы ты меня выслушал. Я хочу, чтобы ты понял, что я не могу без Беатрис. Я прошу о помощи не потому, что я эгоист, не потому, что хочу сохранить ее для себя. Нет. Мне на себя наплевать, но Беатрис, ей всего 15. она почти почти не жила. Она даже не успела толком понять, что это такое. Она похожа на свет. не дай ей умереть. Не забирай ее. Пожалуйста. Умоляю тебя. ты хочешь, чтобы она была с тобой. Ведь она не похожа на других. но она мне нужна. Она мне нужна. Так нужна, как никто другой. мне нужно уйти прямо сегодня, не откладывая. Я не могу здесь оставаться. Не знаю, где я окажусь, где угодно, только не здесь. Когда Августа проспится, он меня убьет. Я его никогда таким не видела. Он совсем спятил. Кофе готов? Я думала, это Августа. Маргарита, постарайся успокоиться. Если мы не возьмем себя в руки, это плохо кончится. Ты что, Висенте? Ты оставил его одного? Он опять сюда ворвется, и мне придется плохо. Он сейчас в душе. Иди скорее и запри дверь. Давай же, Висенте, не стой, иначе он выберется. Что значит выберется? И как я могу его запереть? Он же не животное. Он просто немного выпил. Немного выпил? Да он еле стоит на ногах. Августа никогда не напивается. Должно было случиться что-то очень серьезное, чтобы он так набрался. Рассказывай. Маргарита, он просто переживает, что сестра до сих пор в больнице. Я не верю, что Августа напился как сапожник только потому, что у него сестра при смерти. Маргарита, есть вещи, которые нелегко объяснить. У некоторых людей в душе копится, копится, а потом вдруг вырывается наружу, так же, как у Августа. Что копится? О чем вы говорили? Не тяни, Висенте. Что так расстроило Августа? Выкладывай. Маргарита. Он говорил о предательстве. Кто его предал? Привет. Я была в комнате и услышала шум. Что стряслось? Девочка, милая, ты должна бороться. Девочка, милая, ты должна бороться. она не просыпается. Руби. Жутко видеть ее в таком состоянии. На больничной койке. Кругом провода. Господи, это похоже на кошмар, от которого я не могу очнуться. Кошмар скоро кончится и обязательно хорошо. Лиза, она поправится. Лекарство должно помочь. Я не верю, крестный. Как это Августа пришел домой пьяный? Он немного перебрал, Сильвия. Он переживает из-за Бебе. Да, но ты же знаешь, что он никогда не переступал черту. И сестра никогда не была в таком тяжелом состоянии. Тем более, его нельзя было оставлять в баре. О чем ты думал, крестный? Твой брат не железный, он всего лишь человек. Со всяким может случиться. Только не с ним. Ты наверняка знаешь, в чем дело, Маргарита. Я? Причем здесь я? Я не ожидала от Августа. Это ненормально. Вы привыкли считать Августа толстокожим, ничего не чувствующим. А это не так. Он человек живой. Живой человек. Он не может справиться с несчастьями, которые на него навалились. И он нашел способ забыться, ненадолго отвлечься от проблем. Надеюсь, Висенте. Хотя мне все равно кажется, что здесь что-то не так. Может, дело в сестре? Может, Августа знает, и ему сказали, что Бэба умрет. Нет, дорогая, не говори так. Просто сегодня был тяжелый день, и Августа пришлось принять непростое решение. Господи. Да что же случилось? Нужно было дать разрешение испытать на Бэбе новое лекарство, которое изобрел доктор Контрерос. теперь ты понимаешь, почему Августа так расстроен. Это твое объяснение, Висенте. Это все, что ты скажешь. Ты думаешь, он слышит? А ты? Не знаю. Наверное. Я сделал так, как ты сказал. Я говорил искренне. тогда он обязательно услышал. И что дальше? Надейся и жди. Обязательно жди. Нужно что-то придумать. Августа, что с тобой? Расскажи, что случилось? Что происходит? Сколько еще страданий выпадет на нашу долю? Неужели мы это заслужили? В чем дело? Говори. Августо, постарайся понять, что ты ничего не решишь так. Ты только сделаешь больно близким, а им сейчас и без того нелегко. Не перебивай, пусть он выговорится, ему сразу станет легче. Я знаю, как это бывает. Нет, нет, Сильвия. Август, иди к себе. А ты, Сильвия, принеси кофе. Побольше и покрепче. Идем, Августа. В чем дело? Нас предали, Сильвия. Нас предали. Ты слышала, что он сказал? Нас предали. Кто? Как Беба? Стабильно. Похоже, что лекарство начало действовать. Лиза, успокойся, она... Она поправится. Я не дам ей умереть. Я вас больше не подведу. Доктор, доктор, скажите честно, что происходит? После того, как с вами поговорил брат, он не похож на себя. Вы оба странные. Не выдумывай. Я не выдумываю. Умоляю, доктор, скажите правду. Не скрывайте ее от меня. мы ошиблись, мы дали не то лекарство, теперь баба умрет, да? Нет, нет, не дай бог. Пока рано о чем-то говорить, Лиза. Тогда что происходит, доктор? За что вы просили прощения? Просто так. За все, за все, за все сразу. сейчас нужно думать о бабе. Если она очнется, если она выкарабкается, это будет моя самая большая награда. А остальное не важно. Знаешь, чего мне больше всего хочется? Собрать вещи и уехать. Уехать, куда глаза глядят, лишь бы подальше от этого дома. Конечно, отпуск это здорово. Обязательно, обязательно съездите, сеньора. Уехать и не возвращаться. Но я решусь. и я заперта в четырех стенах. Я разговариваю сама с собой. У Барбары хватило смелости уйти. А я не могу себя перебороть. За меня решают другие. Это все равно, что умереть. Это хуже, чем умереть. Хуже это невыносимо. Мама, что ты здесь делаешь? Как всегда ничего. Иди обними меня. Я приехал, чтобы остаться. Я больше не вернусь в зеленый ад. Я очень рада за тебя. Привет, София. Привет, Альваро. В чем дело, София? Ты сегодня какая-то странная. Я бы отвезла тебя в аэропорт, но раз ты отказываешься, и я не буду. Чтобы ты возвращалась ночью одна, нет, не надо зря искать приключений. Я тебя очень люблю. Я тебя тоже люблю. Извини, извини, что я оставляю тебя одну в трудную минуту. Не говори ерунды, я себя отлично чувствую, Изабель. когда я поняла, что за человек мой отец, мне было очень плохо. Но потом я испытала невероятное облегчение, как будто камень свалился с плеч. Теперь буду учиться жить в реальном мире. Подружка, я буду без тебя скучать. Я тоже. Приглядывай за комнатой. Да, я пошла. Помоги, открой дверь. Пока. Приедешь, сразу напиши. Пока. как же мне сейчас плохо. Я скажу Норис, она что-нибудь приготовит. Нет, не надо, я подожду ужина. Почему ты не спросила меня? Забыла, кто зарабатывает деньги? Знаешь, Альвара, я иногда тебе завидую. Приходишь домой, и тебя никто не пилит. Честное слово, завидую. Ладно, мне пора. нет, 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 ни в коем случае, я не отпущу. Останься, поужинаешь с нами. София приготовит что-нибудь вкусное. Да, дорогая? Конечно, Альвара, оставайся. Ну, если вы так настаиваете. Отлично. Давай, София, иди, приготовь что-нибудь. Сильвия, Маргарита, ты меня напугала. Ты видела Августа? Ты с ним говорила? Нет, сегодня не видела. по-моему, он ушел. Он ушел. во дворе его нет. Августа ушел, ничего не сказав. Маргарита, мне в это не верится. С Августа явно что-то не так, но он не хочет об этом говорить. Я не понимаю, в чем дело, Сильвия. Пожалуйста, найди его и поговори. Я в больницу. Скорее всего, он там пошел проведать Бэбу. Если хочешь, я посижу с девочками. Только ради Бога, выясни, в чем дело. Маргарита, я иду в больницу. Меня в первую очередь волнует состояние сестры. И тебе наплевать, что Августа не ночевал дома? Конечно, нет, но ты послушай себя. Похоже, что тебя не волнует то, что имеет отношение к другим. Кстати, если так переживаешь, почему не спросила сама? Я? Ты спятила? Ты его жена, ты самый близкий человек. Или вы спите в разных комнатах? Нет, но когда я пришла, он уже спал. А утром я не успела. Мне все это не нравится. Я не понимаю, что с ним творится. Я его никогда таким не видела. Наверное, крестный прав. Это из-за Бэбы. Нет, я уверена, что есть что-то еще. Да, точно он все знает. Августа знает правду, вот почему он так смотрел, вот почему говорил о предательстве. «Беатрис» «Беатрис» Вчера ей первый раз дали лекарство, которое сделал доктор Контрерс. Пока ничего не изменилось. ясно. Но я верю, что ей станет лучше. И дело не только в лекарстве. Господь не позволит, он знает, что Беатрис должна жить. Вчера я за нее молился. Я чувствую, что это было не напрасно. Наоборот, впервые в жизни мои слова не пропали впустую. Господь меня услышал. Я уснул и не слышал, как ты вошел. Как дела? Есть новости? Нет, пока нет. лестца. Черт. Черт бы ее побрал. Я проклинаю ту минуту, когда здесь появилась Лиза эстрада. Ничего, она заплатит. Заплатит за все, что она сделала. Я подам в суд. Я не позволю зря трепать свое доброе имя. Она не представляет, с кем она связалась. Я её уничтожу. Растопчу, сотру в порошок. Извини, Лиза. Простите, доктор, я задремала. Я не стал тебя будить. Чтобы ты немного отдохнула. Иначе какой из тебя помощник? У неё до сих пор жар. Жар. Похоже, что жар... Что? Начинает спадать. Точно. Слава Богу. Доктор, вы чудо. Да благословит вас Господь. Вы вернули нас к жизни. Беба. Беба. Рано или поздно ты сведёшь меня в могилу. Ты знаешь, сколько сейчас времени. Скажи спасибо, что я еле удержалась, чтобы не позвонить ночью. Ненормальное, что опять? Тише, мы не одни. Пошли. Твоя невестка здесь лучше поговорим в другой раз. Нет, она знает, что ты здесь у меня. Что ты натворила. Я серьёзно влипла. Меня чуть не убил Августа. В каком смысле? Успокойся и говори толком. Он знает. Не спрашивай, откуда, но он всё знает. Он догадался, что у меня был роман с Сантьяго. Этого не может быть. Может. Вчера он пришёл домой пьяный. Ты понимаешь, что это значит? Он никогда не пьёт. Может, это из-за того, что у него сестра при смерти. Нет. Все так и думают, но я знаю, что нет. Если бы ты его видела, Амаира. Он был не в себе. Я боялась, что он разнесёт дом. И он всё время твердил, что его предали. Ты уверена? Раз я говорю, значит, я это слышала. Что он ещё сказал? Он тебя обвинил? Он просто смотрел. Я умираю от страха. Я не знаю, что делать. Что? Ничего. Нужно затаиться. Сиди дома, иначе будет только хуже, Маргарита. Да? А если ворвётся Августа и потребует сказать правду? Как быть? Я не представляю, как я выкручусь. Я уже прикидывалась и так, и этак. Всё равно плохо, очень плохо. Мне хочется сбежать. Успокойся. Тебя никто не тронет. Если ты перестанешь себя накручивать, всё утрясётся. Августа не догадывается, иначе бы ты давно была на улице. Ну что, доктор, как вы думаете, лекарство справится с вирусом? Об этом ещё рано говорить. В любом случае, изменения налицо. Жар медленно, но спадает. Да. Я возьму у Беатрии с анализ крови. Если мы хотим добиться успеха, нельзя терять ни минуты. Счёт может идти на секунды. Воды. Пить. Господи, спасибо тебе, Господи. Она очнулась, Лиза. Смотри. Доктор. Доктор. Скорей, неси тампоны. Ей нельзя глотать. Просто намочи губы. Да-да. Это чудо, доктор. Настоящее чудо. Нет. Чудо то, что Господь позволил нам сделать это вместе. Августа, Беба очнулась. Слава Богу. Ей лучше. Слава Богу, наконец-то хорошая новость. Моей сестре лучше. Я знал, что она поправится. Теперь её можно увидеть? Нет, нет. Рано, она ещё слишком слаба. Она сейчас спит. Как это случилось? Она попросила воды. Правда? Я так рада, Августа. Конечно, всё ещё впереди. Но лекарство доктора Контрероса явно помогло. Я счастлив. Видишь, я говорила, что ему можно верить. Этот человек святой. Он не отступился, пока не нашёл лекарства для Бебы. Это меньшее, что он мог сделать. А что дальше? В смысле, что врачи будут делать с Бебой? Нужно ждать. Продолжать лечение и ждать. Она обязательно выкарапкается. Я знаю, что она поправится. И всё благодаря доктору Контреросу. Иногда, когда я на него смотрю, мне кажется, что я вижу отца. Директор Рауль Серпа не просто так настаивал на закрытии больницы. Он действовал в интересах компании Солис. Что себе позволяет эта наглая девица? Добрый день. Пожалуйста, проходите. Чем могу помочь? Мы из Ассоциации муниципальных лечебных учреждений. Мы пришли, чтобы сообщить о решении касательно вашей больницы. Не могу сказать, что я абсолютно спокойна. Ты, наверное, тоже волнуешься. Я это вижу по глазам. Конечно, до полного выздоровления ещё далеко. Но, по-моему, худшее уже позади. Надеюсь. Конечно, позади. Августа, успокойся. Я знаю, что этот кошмар скоро кончится. Бэба вернётся домой, мы снова будем вместе. Опять будем ругаться. Но будем вместе. Очень много изменится, когда Бэба вернётся домой. Конечно, изменится. А пока нужно набраться терпения. Главное верить, Августа. Доктор Контрерос сотворил чудо. Если бы ты видел, как он работал, совсем не отдыхал. Лиза, пожалуйста, не напоминай мне об этом человеке, хорошо? Почему? Он ведь вернул Беатрис с того света. Я не хочу об этом говорить. Не сейчас. Я не понимаю. Ты поругался с доктором Контреросом? Лиза, пожалуйста, не надо. Я не хочу говорить об этом человеке. А я хочу знать, что происходит. Почему ты говоришь таким тоном? У меня есть причина. И когда-нибудь я о них расскажу. Но сейчас я прошу о нём не вспоминать. Мы доводим до вашего сведения, что решение о выселении больницы отменено раз и навсегда. Но здание вот-вот рухнет. Мы изучили вопрос и решили оставить больницу, поскольку она единственное муниципальное учреждение в этом районе. И врачи добились серьёзных успехов, особенно в микробиологии. Также принято решение увеличить ассигнование на проведение исследовательских работ и переоборудование лабораторий. А можно посмотреть? Отлично. Здорово. Замечательно. Великолепно. Я преисполнен гордости за свой коллектив. Я ведь тоже причастен к его успеху. Именно я нашёл доктора Контрероса. А эта мерзавка-сестра пытается запачкать моё честное имя. Она решила меня отсюда выжить. Но вот доказательство. Вот она. Чёрным по белому. Больница остаётся. Теперь нас никто не посмеет выселить. До свидания, доктор. Я проклинаю день, когда я встретил этого мерзавца доктора Контрероса. Солис меня убьёт. Скажи, как Августо? Как мой сын? Не очень хорошо. Он считает, что его предали. Не забывай, что он был к тебе очень привязан. Он никогда меня не простит. Я отвернулся от него, когда был ему нужен. Дорогой, не надо. Я знаю, что ты расстроен. Постарайся успокоиться. О чём ты говоришь, Делли? Этому не может быть оправдания. Какого наказания заслуживает человек, который бросает своих детей? Ты был болен, дорогой. Когда мы встретились, ты не мог себя контролировать. Августа сейчас нелегко. Но он успокоится и поймёт. Я сам себя не понимаю. Я никогда не умел думать о других. В результате за мои ошибки заплатили дети. А я... Я оказался трусом. Я знаю, что Августа меня никогда не простит. Более того, я знаю, что он только ждёт, когда Бэби станет лучше, чтобы рассказать Лизе. И когда он расскажет, для меня всё будет кончено. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Две недели спустя. Давай, Беатрис, глубокий вдох. Выдох. И ещё. Доктор, я в порядке. Можно встать? Не торопись, Беатрис. Я не могу поверить. Ещё две недели назад ты была без сознания, милая. Я думала, что я вас больше никогда не увижу. Лиза, доктор Контрерос хочет кое-что сказать. Да, доктор. Доктор, я бы предпочла поговорить наедине. Нет. То, что я скажу, касается вас обеих. Я думаю, я считаю, что Беатрис тоже имеет право знать, что происходит. Да, доктор, но... Лиза, что-то не так? Дело в том, дорогая, что лечение оказалось успешным. Доктор! Успешным. Мне больше не с кем об этом поговорить, Сантьяго. Я не понимаю, о чём именно. Это непросто. И я пришла к тебе за помощью. Садитесь. Итак, в чём дело? Я... Я знаю, что ты любишь Лизу. Что ты привязался к её семье. Да, конечно. Я... не буду ходить вокруг да около. Сейчас только соберусь с духом. Так, в чём дело? Хайме... Мой муж. Да. Он отец Лизы, её брата и сестёр. Бэба, милая, я знала, знала. Это ещё не всё. Мы с доктором Контреросом считаем, что Беатрис не обязательно держать в изоляции. Мы переведём тебя в другую палату, и ты сможешь общаться с друзьями и родными. Августа, Сильвия и Франциско. Он ведь был здесь, да? Он ко мне приходил? Конечно, милая. Молодой человек просидел здесь все две недели. Видишь, Лиза, я говорила, что он хороший. Августа зря мне не верил. Он хотел как лучше, и не суди его строго. Он устал. Ты не представляешь, как он за тебя волновался. Но ты поправляешься. Слава Всевышнему. Детка. Я скажу, чтобы для Беатрис приготовили палату. Не может быть. Дели, вы серьёзно? Абсолютно. Зачем мне такое придумывать? Это правда, Сантьяго. Хайме, то есть Хасинто, их отец, всех четверых. Невероятно. Они считают, что он умер. Я понимаю, что это звучит неправдоподобно. Извините, синьор Дели, простите, но почему я? Почему вы пришли именно ко мне? Потому что я знаю, что ты любишь Лизу. Потому что за эти две недели я поняла, что ты хороший человек. Значит, доктор Хасинто, отец Лизы и остальных. Я... Это он просил меня сказать? Нет. Он не знает, что я пошла к тебе. И ему бы не понравилось то, что я делаю. Ну, тогда почему вы это делаете? Потому что нам нужен человек, который захочет помочь. Человек, который знает обе правды. правду Августа с сёстрами и правду моего мужа. Объективный человек. Объективный в чём? Я знаю, что Лиза тебя очень любит. Поэтому я и решила сказать правду. Рано или поздно нам потребуется защитник. Человек, который сможет за нас заступиться. И это будешь ты. Наконец-то, Сантьяго. Две недели. А кажется, будто прошла вечность. Каждый раз, когда я видела Августа, во мне всё замирало от страха. Я боялась, что он узнает правду, что он прижмёт меня к стенке. Но сегодня начнётся новая жизнь. Сегодня ты узнаешь, что ребёнок, которого я ношу, твой. Твой. и больше нитей. Фильм озвучен компанией Интра Коммуникэйшнс. 2003 год. Фильм озвучен Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok